итак ну чтож ария рома и маленькие любители покушать и безумно сложных и логических схем у микрофона как всегда ваш поклон слугам амору и это великолепная сборочка фактору с модом красторио 2 и space exploration за кадром как я и говорил было проделано гигантский пласт работы я продолжал удлинять благодаря тому что у нас сейчас бесконечное практически количество конвейеров основную линию шины также я здесь немножечко защитил жуков которые очень бы мешали нам в дальнейшей экспансии для зачистки жуков приготовил небольшой плацдарм плане того что здесь у меня производится обычные патроны а здесь производится улучшенная их вариация благодаря чему воевать с кусаками станет гораздо проще а также здесь производится банальные магазины крупнокалиберные для винтовки которые я использую уже самостоятельно и благодаря чему производство убийства и уничтожение куска происходит наиболее простым методом в этой серии я очень сильно и плодотворно хочу подойти к тому что производитель химические технологические карты мне не хватает прям сильно производства серьезно подстанции я очень сильно хочу этого сделать а для этого нужно и синее технологические карты для их производства не хватает очень множество разных нюансов и�и чем их производить я хотел бы сказать ещё о паре вещей которые были изменены на нашей базе железо как не хватало так и не хватает но основная перестройка была задействована именно на нашем моле на моле я начал производить обычные поезда которые понадобятся в больших масштабах и в больших масштабах они здесь будут производиться также сделал здесь вагоны на будущее и это благодаря тому что банально здесь были раньше размещены у меня конвейера который я перенес выше по шине а также здесь производится обычные турели которыми я отстреливаюсь от кусок и в скором времени я очень сильно не хочу конечно этим заниматься но придется делать круговую оборонку посмотрим на самом деле что из этого выйдет и как это дальше пойдет прежде чем продвигаться в изучении синих технологических карт мне нужно сделать наверное последний нюанс которого очень сильно не хватает для того чтобы реализовывать все то что связано с поездами а именно мне не хватает производства рельс для этого лишь нужны стальные балки и банально камень все это у нас есть достаточно масштабе чтобы реализовать это вот здесь вот две линии конвейеров стали и камни я вывожу а также вывожу сюда производство обычных рельс теперь когда будет необходимость рельсы будут накрафчены в необходимом масштабе и случае чего я смогу их отсюда забирать следующий этап который нужно подготовительно сделать это необходимое производство бетона бетон очень сильно мне нужен во многих мещах в частности для того чтобы выполнять средние опоры лэп большие опоры и подстанции и для всего этого нужен бетон бетон нужен также много для чего например для тех же больших складов которые очень сильно люблю для балансировки в общем пригодится в больших количествах останется только распланировать ситуацию как бы его так помягче бы крафтить и принципе вот такое соотношение на бетон меня вполне устраивает у меня будет здесь стоять всего одна дробилка которая будет снабжать бетоном целых пять производящих заводов в дробитель камень поступает здесь производится железные пластиночки и в итоге пять заводов суда успешно встают слушайте я забыл совершенно что им вода нужно но с этим тоже проблемы не будут но это же тоже не проблема у нас все для этого подготовлено и все для этого имеется опа я забыл совершенно об ингредиенте не хватает лишь здесь каменных блоков не знаю как и такой просчет вышел видимо это что-то я не уследил ничего страшного нам вообще без проблем эти самые каменные блоки сюда вывести вот и все по сути схема готова и бетон начал производиться теперь наконец-то я могу сделать большие склады это меня безмерно радует но прежде чем начинать делать большие склады я хотел бы начать немножечко с малого а именно организовать здесь уже рассчитанное предварительное производство столбов с электричеством для них потребуется достаточно большое количество ресурсов но тем не менее это того будет стоить первые два элемента схемы я решил объединить железные прути и железные балки я осознаю то что здесь размещено больше чем у меня написано в калькуляторе тем не менее я хочу это сделать здесь ну именно таким образом есть на это несколько причин и самая основная причина это просто банальная компактность и эстетика дальше нужно сделать стальные балки для них нужно 32 завода и 0 8 линии конвейеров стали у меня таких масштабов нету извините будем довольствоваться малым максимум что я могу позволить это примерно вот такие вот масштабы производства стали и то она вряд ли у меня производства стали будет на такие даже масштаба хватать с другой стороны 32 штуки этих производственных сборочных автоматов нужно для того чтобы производство было непрерывным и одновременно производили все три фабрики такого никогда не будет так что пока что ограничиваемся теми масштабами которые в данный момент имеются и 12 сборочных автоматов сейчас останется только на медь вот о таких масштабах я говорил когда говорил о банальной компактности здесь очень много просто банальных базовых ресурсов для производства требуется хотя но ты медные катушки здесь производится все исходные предметы я могу здесь сделать вообще без напряга в единую линию останется ли железные опоры лэп для которых у нас тоже все имеется для подстанции нужны будут красные микросхемы для которых я буду обязательно строить отдельный модуль но в остальном все уже готово то есть я могу просто брать вот это все безобразие объединять и куда-нибудь для моих нужд выводить допустим первый сборочный автомат где-то будет здесь размещен который будет производить именно железный опор лэп эти железные опоры должны переходить в опоры среднего качества а для их загрузки уже давно-давно все готово а значит мы можем их так у свободном масштабе здесь размещать то же самое касается и вот таких вот больших опор лэп расположение которых я должен буду немножечко поменять то есть вот здесь будут производиться маленькие опоры лэп которые будут поставляться в средние а здесь будут производиться большие только Потому что вот сюда вот мне нужно будет линии конвейеров подвести немножечко бетона Теперь схема полностью работает Здесь у меня получается останется место для того, чтобы организовать подстанции Для которых у нас уже вот прям все готово В случае того, что у нас нет красных микросхем И еще так по мелочи, наверное, синих изучающих карт Для всего этого узким горлышком являются наши любимые красные схемы Для которых нужно очень много всего интересного Начиная с пластика, заканчивая кремнием Вспомнить бы, как производить этот наш любимый кремень Вот аналогическая цепочка наконец-то сформировалась Допустим, я буду использовать здесь уже улучшенные печки Мне нужно как-то передроблять песок Из песка в фильтрующем заводе делать кварц А кварц уже плавить и получать кремень У нас для этого все вроде есть Останется мне немножечко скрафтить фильтрационных заводов Они очень дорого делаются, так что давайте штучек 10 я сделаю И побольше дробилок На 8 печек, 8 дробилок Сам камень я буду вводить сюда из вот этой схемы Здесь, как вы можете помнить, стоял раньше балансир А сейчас здесь стоит обычный склад, который я могу крафтить Благодаря тому, что у меня появился бетон Невероятно удобная и полезная вещь Позволяет мне балансировать все входящие и приходящие здесь ресурсы С очень большой легкостью Как-то так будут размещены дробилки Из них в исходящем моменте будет выходить песок Дальше мне нужно всего лишь 7 фильтрационных заводов Я думаю ничего страшного не будет То, что у меня здесь их получится разместить 8 Просто цифра 7 как-то не очень красиво выглядит, как мне кажется Потребуется чуть большее количество здесь, конечно, манипуляторов Для того, чтобы здесь это все организовалось Но, тем не менее План такой, что здесь, получается, будет по центру идти песок А весь кварц, который здесь будет получаться Будет выгружаться на соседние линии И в результате чего это все будет объединяться в единый сундук Подвожу сюда электроэнергию Все это пошло забираться Все это пошло создаваться Сразу после того, как я подвезу сюда воду Вот и кварц Сейчас у меня останется сбегать за недостающими ресурсами В плане банальных конвейеров И достроится здесь уже вся оставшаяся линия Кварц успешно складывается в сундучке А это значит, что я могу размещать здесь Последнюю оставшуюся линию По переплавке Ставлю я здесь рецепт кремня И, по идее, процесс пережарки пошел А значит, мы получаем так нами ожидаемый ресурс Да здравствует кремень! Я для него уже подготовил все необходимое И пустил вот здесь, вот на четвертую линию И последний недостающий ингредиент для производства красных микросхем Это пластик Пластик это попутка И уголь И все это уже в наличии Думаю, этим я займусь где-нибудь Ну, скажем, вот здесь вот прекрасное для этого место есть Получается то, что пластик будет выходить вот сюда И вот куда-нибудь И как-то здесь будет существовать Я для него все подготовил Останется лишь подвезти сюда уголь И попутку Уголь подведен Попутный нефтяной газ в наличии И рецепты я здесь тоже назначаю А значит, пластик успешно начинает складироваться в нашей шинной системе Самая сейчас наша большая распространенная проблема В отсутствии нормальной ресурсной базы Из которой мы могли бы черпать эти ресурсы Например, вот это вот железо, которое у нас есть Где бы оно ни было Всего 2,4 миллиона Это хватит прям очень ненадолго И нужно искать другие альтернативы Например, есть тут способ добывать из фрагмента ядер Различные ресурсы Допустим, железную руду Медную руду Все это мы можем получать в измельчителе Но вот как именно это делать Пока что я не знаю Но возможно, нам придется это организовывать в будущем Пластик и кремень теперь есть в шине А значит, теперь нам абсолютно ничего не мешает Сделать производство красных микросхем Основное и единственное, во что сейчас Все производство будет упираться В нехватку сырья Но это мы с вами сможем исправить Только когда будет все нормально реализовано А это будет только после синих микросхем К сожалению, нужно немножечко прям буквально чуть-чуть потерпеть И выждать момент, когда все на базе сможет наладиться Здесь прекрасное место для того, чтобы организовывать красные схемы Я уже за кадром подготовил все для того, чтобы эти схемы разместить То есть создал такой гигантский проект В который входит производство красных схем в нужном нам масштабе К счастью, это очень несложно И останется лишь здесь Подождать какое-то время, когда мы вместе с дронами Сможем это построить для конкретных объяснений Я понимаю то, что мы сейчас просто не способны будем это все снабдить Необходимой ресурсной базой Но хотя бы минимальное производство красных схем мы должны получить Конечно, схема еще не достроена, она будет достраиваться Но в принципе ее процент застройки позволит нам рассказать об основных ее нюансах Здесь стоит линия из производства электронных компонентов в нужном объеме Чтобы обеспечивать первый цех Соответственно, сверху стоит то же самое, только в дублированном варианте Электронные компоненты нужны вместе с медными проводами Для того, чтобы производить непосредственно красные микросхемы Для электронных компонентов как раз и нужны им были основные ресурсы Пластик и кремень вместе со стеклом Их останется мне сюда лишь подвести Я подвел сюда вот таким вот нехитрым методом необходимые компоненты для крафта И по идее создание должно было начаться А значит электронные части пошли создаваться Сейчас сюда подведу медь И последний и основной элемент необходимый для создания всего этого безобразия Это зеленые микросхемы Как только зеленые микросхемы потекли по венам Это может означать лишь одно Что создание красных микросхем официально запущено Второй цех я не вижу необходимости пока что запускать Одного вполне будет достаточно Второй лишь здесь размещен для одной цели Для обозначения примерных масштабов этого цеха Который здесь будет пока что размещен В дальнейшем он обязательно переедет на сити блоки Но пока что он будет размещен именно таким вот образом Вот они, вот они мои родименькие красные микросхемы Как я рад вас видеть, вы не представляете Обязательно мы с вами идем на линию рядом с пластиком Не думаю что пластик где-то потом понадобится Пусть на всякий случай будет Мало ли пригодится А красные микросхемы я могу так вот незамысловато забирать А значит могу создавать себе суперскую пуперскую броню В которой я буду щеголять в ближайшее время Броня уже наделась И мы можем видеть что у нее уже есть количество модулей Четыре на четыре Но тем не менее Это пока что максимальный размер брони К сожалению, который нам здесь доступен на ближайшее время Так, и для производства новых карт Нам должно быть все готово Кроме серной кислоты А вот это я не подготовил Какой я не воспитанный тип Надо сейчас заняться тем Что сюда подвезти серную кислоту Я решил с недавних пор Организовывать базу таким образом Что серная кислота в виде жидкости Или газа Я не знаю что именно это конкретно Здесь имеется ввиду Будет организовываться в обязательном масштабе на шине И незачем тогда в таком случае каждый раз Делать производство серной кислоты Где-то по месту, по базе Поэтому я вот так вот сейчас беру И где-то в самом начале Организую это небольшое производство Попутка здесь запущена Вот так вот производство Самой серы организовано По идее она должна нормально идти И именно такое количество нужно для того Чтобы запитать четыре всего серных завода Ааа, я забыл совершенно о том Что здесь помимо серы Необходимо еще и железо Небольшая промашечка вышла Сейчас мы и железо сюда подведем Надеюсь его нужно немножечко Ибо множечко у меня тут планально нету Хотя бы так, хотя бы так Ставим сюда большой распределительный бак В который должна вся сера входить И она успешно с этим справляется Ну а я дальше просто беру Эту серную кислоту вот сюда вот Вывожу Для дальнейшего и последующего использования Эта серная кислота понадобится очень много где Начиная с тех же технологических карт Заканчивая аккумуляторами Которыми мы будем пользоваться Вплоть до запуска ракеты А то я чувствую Что даже на угольной тяге Мы это все не вывозим И нужно уже скорее выходить На эру солнечных панелей Я пожалуй это организую И займусь за кадром Стекло и вот такие вот электросхемы Это единственное что нужно Для необходимого создания Копирую вот отсюда схему Ее вот куда-нибудь сюда вот надо теребоникнуть И останется лишь только Разместить все необходимое комплектующее Аааа ну да Снова забыл про серную кислоту У меня вообще не вяжется то что она нужна здесь И то что мы ее должны сюда поставлять Но тем не менее она сюда заходит И с помощью полудлинных манипуляторов Мы можем организовывать отсюда выгрузку необходимых микросхем Очень небыстрый процесс Тем не менее он должен быть готовым Останется лишь проделать гигантский путь И вывести синие микросхемы Вниз к нашим лабораториям Но этим и многим другим Я думаю мы уже будем с вами вместе Заниматься в следующей серии За кадром как я люблю это говорить Мне предстоит гигантский колоссальный пласт работы Я хочу за кадром организовать Здесь себе топливо для реактивного ранца Как ни странно он здесь имеется И это прям жизненно необходим В моде Space Exploration Он вообще легко крафтится И для него ничего такого Карминального и кардинального не нужно Для него все есть И его мы сможем сделать За кадром я это сделаю И буду летать, изучать окрестности И искать место где я мог бы организовывать Гигантское и колоссальное производство Дальнейшей части моей базы Ну а также мне предстоит изучение большинства технологий С помощью химических технологических карт Ну и в таком случае пожалуй пока что на этом все Всем спасибо что смотрели У микрофона было как всегда Ваш покорный слуга Мамору Еще услышимся